Привет! Мы с вами сейчас находимся рядом со станцией метро в Союзный Нахимовский проспект на юго-западе Москвы. И здесь проходит Большой Нахимовский проспект. Проходит он по районам Нагорный, начинается он из Южного округа, это Южный округ, да, и дальше идет по районам уже Юго-Запада, это Котловка, Юзино, Каземический, Черемушки, Ломоносовск. Пять районов Юго-Запада, и по шести районам он проходит от Варшавского шоссе до улицы Павилова. При этом на своем пути он пересекает Севастопольский проспект, Новочеремушкинскую и Профсоюзную улицы. В середине проспекта, ну, небольшой отрезок занимает промзона Черемушкин. Ну, вообще здесь, в принципе, такое, в основном, жилищно-социальный такой проспект, таких вот промзонных объектов здесь практически нет. Вот, ну, и в конце, в начале проспекта находится станция метро Нахимовский проспект, а в конце станция метро Профсоюзная. Вот, проспект двустороннего движения пробина транспорта по двум-треум полосам в каждом направлении. Длина этого проспекта составляет около пяти километров, даже несколько побольше. В 1664-65 годах проспект соединил районы Черемушки и полкон Козил, ну, тогда они так назывались, вот, потому что, когда его проложили через обрак речки Котловки, которую он пересекает. Речка Котловка там протекает, потом, очевидно, сделали насырь над обраком, через которую речка протекает. Ну, как раз вот, неподалеку от станции метро Нахимовский проспект. И вот, собственно говоря, этот район, как раз вот, проспект, он тогда соединил еще в 1660-е годы два района важных. Ну, и как раз вот после этого, в 1665 году он получил свое название в честь полтоводца, героя Синоповского сражения 1853 года, одного из руководителей обороны Севастополя в 1854-1555 годах, ну, как раз во время Крымской войны, вот, когда он был смертельно ранен и похоронен в Малаховом кургане адмирала Павла Нахимова. Он жил как раз в 1802-1555 годах, то есть в первой половине 19-го века. Ну, надо сказать, что с Москвой он был, конечно, очень мало связан, вот, больше как с Аплотом, с морями, но все-таки, поскольку фигура такая достаточно значительная, то, в русской, в российской истории, да, то, естественно, что в честь него назвали этот проспект, в том числе и в Москве. Ну, все-таки Москва столица не просто, так сказать, московского государства, да, но, в общем, всей страны, тогда Советского Союза, когда называли, ну, а не Россия. В 1392 году на Кинский проспект была включена бывшая улица Красикова, до 1065 года она назвалась 7-я Черемошницкая улица, то есть проспект был продлен, ну, и в 2002 году был сооружен панель под Варшавским шоссе, в результате чего на Кинский проспект соединили с Коломенским проездом и Каширским шоссе. Вот, ну, что же, на улице находятся, как я сказал, две станции метро, причем метро Просоюзная, станция оранжевой ветки была открыта в 1662 году, а на Кинский проспект намного позже серой ветки метро в 1683 году. Ну, здесь на таком большом проспекте находится весьма много жилых домов, но в самом они советские времена постройки, это 5-8 этажные дома, 350-60 годов постройки, но есть уже более новые, 9-12, 14-15 этажные, 60-70 годов постройки, 16-этажные, 80-х годов постройки, ну, есть и современные уже дома, их все больше и больше становится, это 17-этажные дома 2000-х, 2010-х годов постройки, и 14-22, 23-27 этажные, построенные в 2000-х годы. Также есть, ну, сейчас я отмечу, два 14-этажных дома, в начале проезда, потом 4А, это жилой комплекс Примавера, ну, как бы, по-итальянски это весна, значит, построена на месте стадиона, школа-интерната, вот, в 2009 году. Вот, 16-этажные дома, 80-х годов постройки, под номерами 7 корпуса 1 и 2, построены на месте бараков завода ЗИЛ. Здесь, на этом проспекте, особенно в начале, жили многие работники, которые работали на ЗИЛе, вот, завод имени Лихачева, который сейчас, фактически, полностью снесен и прекратил свое существование, ну, когда-то он был гигантом, может быть, самым главным заводом в Москве, да и одним из главных в стране даже, ну, тогда в советской стране, да, вот, и, соответственно, вот, тут давали, жилье, людям в бараке, ну, тогда в бараках было жить, ну, не то, чтобы престижно, но, по крайней мере, считалось, ну, хорошо, потому что, по крайней мере, это лучше, чем на улице, да, и лучше, чем в деревянных домах, все-таки, что-то такое каменное, что-то такое уже более-менее капитальное. Ну, сейчас, конечно, это выглядит несколько странно, да, вот, ну, также отмечу, жилой комплекс «Академический» 22-22 этажных дома по номерам 47 корпуса 1 и 2 построен в 2008 году, а также 23-27 этажный дом по номерам 56 построен в 2006 году с мировым судом, почтой и многоразными магазинами на первом этаже также идет строительство комплекса апартаментов «Нахимов» по номерам 31 из жилого комплекса «Версис» по номерам 73, вот, и который будет состоять из 22-24 этажных домов. Ну, естественно, много нежилых объектов, школа, детские сады, много предприятий торговли, особенно, конечно, около метро, ну, не только, всякие сервисные организации, понятно, ну, также отмечу, коммологический рассадник или питомник, вот, и еще называют Коробовский сад, недалеко от станции «Нахимовска», там за храмом находится, вот, ну, к сожалению, доступ к нему перекрыт, он полностью обнесен к глухим бетонным заборам и как-то туда попасть практически нереально. Ну, если, говорят, раньше можно было еще как-то договориться, но, к сожалению, поскольку там какие-то специальные каналы ФСБ проходят, там, под землей где-то, то есть туда не пускают. Когда-то там был совхоз, там, какой-то, вот, ну, а сейчас, соответственно, там, закрытые территории, попасть туда практически нереально, хотя была бы хорошая зона отдыха, но, к сожалению, увы. Также отмечу, собственно, четырехэтажное здание отеля в начале проспекта, потом, бывает, это бывшая вечерняя школа, построенная была еще в поселке Волконко-Зил в 1937 году, еще называли Коломенский поселок, также рядом находится медицинский колледж под номер четырехэтажное здание, школа-интернат под номер шесть, ну, вот, отмечен, конечно, православный храм, преподобный Евросиния Московский в Хатловке под номером восемь здания, вот, который состоит из основного объема, с одной головой, и колокольни-звонницы, которая рядом находится, в храме находятся мощи преподобного Евросиния Московского, многие чтимы иконы, в том числе и преподобный Евросиния Московского, а около храма находится памятник, святым Евросиния Московской и Дмитрию Тонскому, в последнем в 1937 году, преподобный Евросиния после смерти мужа, как раз князя Дмитрия Тонского, фактически встала во главе Московского княжества, как он назывался, наше государство, ну, и основала Вознесенский монастырь, который стал посыпалицем многих представительниц великокняжеского и царского рода, был разрушен в 1929 году, ну, и вот Евросиния почитается небесной покровительницей города Москвы, ну, не только она, конечно, но в том числе и она, она была первой сестрой милосердия во время муровой язвы, раздавала милостыню, погорельца, поищала вдох, сирот, ну, и уже, так сказать, недавно празднуло 600-летие со дня кончины преподобного, ну, храм, это как раз первый в России такой, построенный в честь преподобного Евросиния Московской, вот, а почему здесь, потому что, ну, в летописи значится, что здесь находились верхние и нижние котлы раньше, такие вот села, и они входили в усадьбу Дмитрия Донского, мужа как раз Евросиния Московской, и вот здесь Евдокия, ну, так сказать, Евдокия, а монашеские Евросиния, да, так ее имя было Евдокия, она встречалась с митрополитом Киприаном, который покинул Москву после ссоры с князем Дмитрием Донским и угловаривал его вернуться, вот поэтому здесь такой же день. Ну, также отмечу торговый центр Накимовский, да, храм, конечно, посетите, он довольно красивый, и прямо недалеко от станции метро Накимовский проспект, так что дойти до него очень просто, только нужно перейти на Накимовский проспект по светофору и чуть-чуть туда пройти налево, и храм, ну, хорошо виден от метро, так что не проблема. Также отмечу торговый центр Накимовский, сегодня сам пятерочка под 0,25, приборостроительный техникум и экономико-юридический колледж в одном здании находится под 0,21. Также отмечу большой такой торгово-выстроечный комплекс «Экспострой» на Накимовском под 0,24 с несколькими строениями, это здесь были раньше два предприятия, это Пкарская фабрика Мисс Свердлово и завод элементов электровакуумных приборов «Эметрон». Ну, по сути, такой был почтовый ящик в Министерстве электронной промышленности Советского Союза, вот, и здесь катались приборы электровакуумные, катодно-погревательные устройства, вот, ну, в общем, все для оборонки в основном делалось. Ну, также был завод «Цех по выращению кристаллов» для лазерной и ювелирной техники. В 1993 году завод был сначала приоритизирован, но потом прикрыт, ну, как часто это бывает. Ну, и тут, в общем, открыли торгово-выставочный комплекс, который действует в настоящее время. Рядом находится торговый центр «Родной», если не самому «Магнолия» по номер 25, я, который работает с 2016 года, швейная фабрика фирмы «Черемушки» по номер 26, которая занимается производством женского белья. Ну, тут многое в аренду сдаётся, поэтому не факт, что фабрика вообще ещё работает пока. Также российский центр «Испытания и сертификации Ростест Москва» по номер 31, научно-технический центр «Стандартизация»… Кстати, вот тут находится довольно много научно-технических тоже объектов на территории этого проспекта. Ну, участвуют российские центры «Испытания и сертификации Ростест Москва», научно-технический центр «Стандартизации информации, сертификации сырья, материалов и веществ». По номер 31, корпус 2 – это Институт главный Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, бывший госстандарт России. Также, ну, всякие стандарты на действующую продукцию, на всякие вещества, материалы. Вот. И также, в соответствии, отечественным стандартам, международным стандартам. Также подстанции «Скорой помощи» рядом находятся по номер 31, корпус 4. Есть Институт экономики Российской академии наук, Институт Дальнего Востока Российской академии наук. Это все в одном здании, по номер 32, 382-го года постройки, но многое дается в аренду. Дальше также находится второй корпус ТИАН, тоже института, по номер 34, 382-го года постройки, но тоже институт дает много помещений в аренду. Дом плитки «Артесан» по номер 35, аппарат управления Федеральной почтовой службы Москвы, филиал «Почта России» по номер 35, корпус 2. Рядом находится ресторан «Вера Парт» по номер 35, корпус 2. Также британская международная школа, здание по номер 35А, 35Б. Вот одно старое здание, другое новое. Также находится сразу несколько научных институтов, одни друг за другом идут. Это Институт океанологии по номер 36. И, кстати, такие довольно интересные модернистские здания, построенные по индивидуальным проектам. Это группа зданий, ну, в том числе, вот, включает Институт океанологии по номер 36, и рядом дальше, так сказать, Институт научной информации по общественным связям, и НИОН, и другие институты. Вот. Такая группа зданий. Институт океанологии работы с 1936-го года. Вот, эти здания были построены под руководством архитектора Ярхова-Белопольского. Вот, в общем, это институт окружали бассейны, вот, и, в общем, такие они в монументальной стиле, простых геометрических форм, и он сочетается с открытыми галереями, со стекленными первыми этажами. Вот, и Институт океанологии представляет собой квадратный объем, расчлененный вертикальными лопатками, производил впечатление буртуальной постройки, почти крепости, ну, а нижние этажи здания открыты, но опоясно двухъярусной галереей. Вообще, Институт океанологии работы с 1936-го года является старейшим и наиболее крупным российским исследовательским центром в области океанологии. Ну, в основном изучают Мировой океан и моря разные. Ну, многое тоже остается в арену. Также рядом находятся НИИ системных исследований физико-технологических институтов Российской академии наук наук 36-корпус 1, НИИ формации Московского медицинского университета имени Сеченова-1945, Центральный экономико-математический институт Российской академии наук по-1947, здесь работал Федоренко, первый директор как раз этого института, Николай Федоренко. Такое знаменитое здание слухом, на самом деле это Лентомиопиус, здесь учат студенты Российской экономической школы, университета гуманитарных наук, международная школа дизайна, работают специалисты многих компаний, среди которых Ашманов у партнера, Параграф и другие. Также рядом находятся, ну, и здесь же, есть тут проблем рынка Российской академии наук, Российская экономическая школа, ну, вот, вот, в принципе, по-1947, да, нет, а рядом офисный центр Нахимов, по-1947А, Центральная научно-медицинская библиотека по-1949, работа она с 1619 года, но, очевидно, не здесь находилась, а здесь она как раз чуть похожа, как раз, наверное, с 60-х, 70-х годов находится. Вот как раз институт научной информации по общественным наукам, Российская академия наук, и НИОР по-1951, работа с 1669 года, был создан на базе библиотеки общественной наук, к Академии наук СССР имени Волгина, основанной в 2018 году, и, начиная с 2020 года, туда приходил обязательный бесплатный экземпляр всех издававших техник, журналов и газет по социальным и гуманитарным наукам. А комплектование иностранных издателей осуществлялось прямыми закупками в зарубежных странах. Вот, библиотека, это, и не он, а четвертая в стране по объемам фондов, и вторая в Москве, просто РГБ. Вот, выпускает ежемесячный журнал с перечнем отзором новых изданий по социально-гуманитарным наукам. Также разные справочники. Ведет Международный книг обмен со 12 странами мира. Здесь книжный фонд до пожара 2015 года насчитывал 6 миллионов единиц хранения. Ну и периодически заняло 7,5 миллионов. Также аудиовизуальные материалы были и так далее. Вот, ну, в общем, много древних всяких изданий было. Самые полные, а в отдельных случаях, единственные в России собрания документов от Лиги наций, международных организаций, парламентские отчеты США даже были, Англии, коллекция книг на славянских языках была крупнейшая в России. Многие журналы были представлены комплектами за 100 и больше лет. Но в 2015 году тут прошел сильный пожар, который уничтожил больше суток здесь, и было уничтожено больше 20% уникальных книг, каталогов много. Вот, часть книг своровали при тушении пожара, но часть пропала в неизвестном направлении, но тоже очевидно своровали. Ну и само знание сильно пострадало. Что-то, конечно, вернуть вообще невозможно. Хотя, конечно, какие-то дубликаты есть в РГБ и других организациях, но они труднодоступны. Многие книги хранятся в заштабелированном виде в Можайске и в Кимке, где филиал РГБ находится. Так что что-то погибло, но все равно до сих пор это такой довольно крупный центр, так сказать, книга хранения и вообще изучения по социальным и гуманитарным исследованиям. Общепитовский центр по номер 57, кафе Муму, парфюмерия, цветы, двухэтажное здание 1963 года постройки. Это бывший ресторан Черемыш из Кулинарии. Многофункциональный центр iCube по номер 58 до 2015 года постройки здания. Торговый центр по номер 59А. Торгово-сервисный центр у него самого Альбукавкуса по номер 61, но это уже ближе к концу проспекта, где нет метро, не далеко от метро профсоюзное. Торгово-сервисный центр у него самого Магнит по номер 65, магазин стройматериалов Старик Картабыч по номер 65А, торговый комплекс по номер 65А, торговый центр у него самого ГИКСи по номер 67, электроподстанция Семеновская по номер 69. Сначала он назывался в честь села Семеновска, которая неподалеку находилась в районе рынка. И создана была эта электроподстанция в 55-м году, но после реконструкции в 2000 году была переименована в честь ветерана энергетики Александра Семенова. Видите, как название сохранилось, только немножко значение поменялось, что была в честь бывшей деревни, которая здесь находилась, а потом назвали в честь, соответственно, ученого энергетика. Ну и также на улице находится автосервисная компания, отмечу зону отдыха, парк Сосинки, который находится неподалеку от прещения этого проспекта, с наборной улицей, с пешеходными дорожками, скамейками, деревьями, кустарниками, цветниками летом, детскими спортивными площадками. Ну вот, но эту улицу ждет реконструкция, в принципе, ну, как сказать, да, это уже обновление, потому что многие дома тут старые посносят, по крайней мере, около десятка домов программы реновации отключены, поэтому улица будет постепенно обновляться и тоже застраиваться новыми современными домами. Ну, как мы видим, самое главное сопримечательство, это, конечно, храм, и также парк Сосинки, отмечу зону отдыха, тоже неподалеку от храма находится, так что вот можно от Медрон-Атимский транспект погулять или посмотреть. Сзади научных институтов, вот, особенно и неона, и океанологии, вот, они тоже довольно представляют собой определенный интерес, потому что эти памятники советской архитектуры, вот, которым уже тоже около 50 лет, а то и больше, вот, ну, и остальное, конечно, можете от обуха интереса не представить, но, в принципе, здесь тоже интересно видно на речку Козловку, ну, и вообще, в принципе, тоже может что-то издать интерес, вот, хотя, конечно, особо каких-то достопримечательностей, ну, кроме, может быть, храма, вот, еще, к сожалению, закрытого помологического питомника, ну, наверное, все-таки особенно нет. Вот, ну, и, в принципе, смотрите, может быть, кто-то найдет, посмотреть, и доехать сюда, конечно, лучше сделать Дентропросоюз, на Тимовский проспект, ну, тут много автобусов, ездят, троллейбусы по проспекту, так что транспортной доступности здесь проблем нет. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Москвы.